так смотрите вопрос как из обычного дерева сделать маточное дерево большое просто маленький на какой высоте может делать обрезку для полевое в этом очень сложный вопрос понимаете в чем дело если мы берем нас после второго ветка двухлетняя нет 3 года 21 год это нормально но скажем воду ветка становится все как короче 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 5 4 3 2 1 и вот это тоже такая естественно надо отрезать но я бы советовал отрезать трехлетнюю ветку то есть вот это вот однолетний просто двухлетний трехлетний то и тут еще можно получить более-менее приличные ветки а когда вот есть другая кранского ветка вот такой толщины и он тоже обрезают множество мелких веток но они какие-то неполноценны вот и почему на ветке должны быть почки нормально то есть почка когда она превращается в ветку продолжения а я буду взять на прививку если я показывал здесь тоже особой фотографии а когда с такой ветки друг раз все обросла вижу они не полноценны почему они вылезли из под коры или они из клеток помните откуда взялось микроклонирование это просил врачу вниз клеток целых деревьев из маленького фрагмента дерева или это почки какие-то особо уже резерв самый последний которая прячется в коре или под корой и пока если не тронешь секатор не отпилишь вот такую ветку вот как здесь видите случайно вот подряд вот здесь и тогда они полезли ну то есть чем толще ветка тем не полноценность не полезут вот эти которые выходим использовать на прививку дальше третьего года я бы не советовал лист вот такой ответ так александр решил посадить сад купил данную сумму саженцев не растут не телесом чего вы думаете самим выращивать это 4 года распинать 1 отрезал 2 тоже решил сам научиться а вы еще и резали пришел сам научиться делал прививки писал выше слушая вас приходит осознание спасибо александр за моральную поддержку один ком сажает косточки абрикоса видео так видели ребята вот видели видели вот это вам теперь я не знаю сможете ли вы копировать позволяет и ваша возможность что я сделаю сейчас смогу ли я или нет а давайте в наглую вот смотрите моя гостевая книга моя моя залез сюда вставил так ну наверное сейчас чуть-чуть вот так вот разделим вот так вот и добавить комментарий кажется мы с вами волосы все вот она латинков ссылка активирована будьте добры залазьте ко мне в гостевую и смотрите потому что через несколько минут вся эта лавочка закрывается а кто сможет копировать копируете себе вот это так спасибо алексей леонид бухтияров спасибо за ответ про сибирку на 20 лет впереди уже нет сервис 3 недели 75 недорчем старше меня эх я думал старше меня тут никого нет ну и что я скажу пробовать надо давнет а почему сибирьку если вы про меня пожалуйста сейчас еще раз покажу вот что вам надо климат жесткий вот этих получится видите такие я прям такие плотиками высылаю вот такие уже семечки ковыряю вот такие вот тут уж приживаемость культурное 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 все здесь генокультурный не обязательно рисковать вот такие нет даже даже еще крупные видите вот таких да тут может быть у вас проблемы здесь скажем пять процентов культурного 95 дикого я уже так условно называю хорошо меня не слышит академики вот мы хохотали так у нас сибирка через городской да хорошая из городской зеленень хорошо бы все сады были хотя бы меня смущает другое да вот и есть у нас поселок червушки я там давненько не был но когда я был где-то в сентябре в октябре я был шокирован там уже не просто деревья огромные деревья огромные и они такие полу культурные что ли кто-то садил ранетками выросли их немного там несколько я видел глаза бросаются невероятно а мэне поселок мэн это другой поселок тоже при городской на воскресенье там есть больница там где роддом и прочее там вот там чистые сибирки они вот такие вот вот как много их там штук сорок огромные чистые сибирки там там бы я не стал бы эти семена брать на прививку иначе наша песня хороша началась сначала а ваша доля вот не надо это бросаться в крайность теперь идем дальше значит сандеринских вот ответ юрия алексеевича из гостевой дука всем здравия александр посадка с брусками вариант хороший но совершенно не обязательно а мне нравится с брусками с брусками вымачивать необходимо при искусственной фермикации зимой в домашних условиях осенью при посадке под зиму бороды шковку посадка в сухом виде песок не обязательно не забудьте присыпать бороды золой от мышей и вырунди не ну веках живых учись что зола помогает от мышей я только сейчас впервые слышу интересно пусть и ребята подтвердите это еще не факт хоть он и пишет что золой вот выжила не причем очень хотела бы знать кто в курсе и специалисты по мышам отзовитесь селево школе гостиничку нагрузку высылали сильно больше сварок и получились хорошим служащим с ними делать но и смотрите я выслал нагрузку хорошая и вас два варианта первый вариант это довести на положение если бы она росла сварок со свароками вас получил бы абсолютно невкусная груши потому что у него в крови еще уссурийская груша у свароков крови так и она жестких суровых условиях особенно в сибири мы же с вами если не ошибаюсь и береги тогда получаются жесткие условия она будет ближе даже к уссурийским лучшим то есть кушать не сможете а зачем тогда и расти такое отношение второй вариант привать на него культурный вот тут ей цены нет для меня сварок после руссурийского груша самый морозостойкий в мире да он полукультурный да у него в генах есть культурные на него прививать одно удовольствие он обязательно приживаться обязательно так и практически как подвой учитывая что у него будет полное биологическое без всяких там многочисленных потомков сразу биологическое вместимость будет полное он прекрасно даст прекрасный результат помнишься сибиряк но уже забыл где новосибирский что ли вот вот это то есть как подвой однозначно и есть третий вариант то есть вначале привайте на него культурные допустим их 10 привели все 10 культурными допустим 6 пошло или 5 ладно уж не будем мечтать мечтать вредно вот 5 пошло растут привитые а которые не пошли пусть уже пойдут до плодоношения они уже будут напитаны генами даже неудачной прививки вот и ждите плодоношения во первых когда они дадут плодоношения они вдруг оказывается не в хреновне вот и хорошо подвоев у вас вот вы профессионал вы когда-то замените ближайшую институт плюс университет плюс академия плюс несколько гсу это все будет это у вас образование вызов вот в этом можете сказать что у меня шикарное образование в отличие от тех девочек чуть не обозвала так теперь следующее ну как мог объяснил теперь смотри ну это же александр это наш мыслите тут есть мах садим хрискетодис масса в томе старификации может влиять на культурность и зимостойко сеется вы больно много хороших сердца получилось посылки с сыром костю жердели йоп да вы чё с жердели именно пошла а я никогда их не проецировал сергей старифицировал а у него тоже получилось полно у него была здоровенная грядка жердели потом кто-то должен был меня-то привожу данного джорца и когда он выросил ну скажем сотню скажем так и может быть 200 вот 50 ну допустим сотню выросил так они жили у него три года ни одной подбирая свежу я же с украины я же это я привез и вот пожившего шоссе семена уже чисто семена конец опции дали сердце на которой не применение нет позади навеска потом нашелся какой-то красноярец сказал я все это покупаю вот сергей выкопал в огромной полиэтиленном мешке я вам показывал прошло время не денег не красноярцы они высохли при мешках и он их сжег вот это было понимаете когда человек говорит но я не могу себе заплатить там денег ладно в общем вот так вот так закончилась карьера привели непривитых а как они собственных жердели в середине не себе не людям так теперь почему это говорю здесь значит речь идет о сертификации место сертификации на культурность так и взаимостойкость я считаю что не место сертификации вот ассоциации мы проводим больше в холодильнике там все замыливается откуда холодильник знает что допустим сибири и в омске и там новосибирске или допустим на кубани холодильник дать не может а после высадки до после высадки где-то на юге эти же самые семена должны дать более культурное качество они ухом чуют у них есть связь с небом с космосом вот но это уже разговор я так и суще в скобках охот в академическом зале но если это не поддерживает не генетика не генетики остается переждать пока они вас хохочет и про нас забудут людмила обуховская золо может снег размыть я укрываю ходим ветками да и хороший способ мой брат юрий железов тоже укрывает ходим ветками и смотрите сварок вообще идеальный семена для подвоя на следующий год может привать да согласен ну что друзья мы закончили нас мало к сожалению семена заказывает через пень колодов и а что случилось в этом году у меня в этом году урожай культурный был мягко говоря не самый большой так на данный момент кончились позднее филиппио кончились у меня этот супер серопин кто не успел тут опоздал я себя оставлять десяток штук савиничной александрами то есть два десятка савини десяток штук оставляю все лавочка закрылась так значит академика кончается вот я уже ограничил помните остальные по десятку некоторые говорят по пятерке я уже персики там по три штучки кладу уже уже когда меня за выберут не по десять вот для чего это все говорю климат раскачивается раз значит вся моя родня болеет коронавирус все что дальше будет мы не знаем значит спасет меня и не сильно спасет тоже неизвестно надо еще учитывать то что впереди может оказаться так что 3 миллиарда пользователей интернета соцсетей однажды на несколько часов остались без интернет для сотен миллионов людей это заработок вы знаете для сотен миллионов людей это заработок не просто общение лайки ставить а именно не ставить лайки как чтобы его поставить этим занимается вся планета отсюда и огромное количество фактически страшных звериных смертельных приемов которые пошли вот так в бешеной скорости тиражироваться с одной стороны с другой стороны если до конца прихлопнуть интернет мы опять перейдем на так как когда-то я что получается 7-10 дней ко мне идет письмо заказом я отвечаю что вот этот заказ принимаем и не принимают еще 7-10 дней потом я жду при счете по почте перевод а перевод не обязательно придет человек увидел сумму искал пошел нахрен и к этому мы можем вернуться и вообще можно связь потерять потому что сейчас интернет это не просто даже так как даже вся почта все только ракеты на все поиски пересла на интернет если все обрушится мы на почту придем нам будет говорить видите мертвый ящик стоит и все потом когда-то появится почтальон с толстой сумкой на ваку вот снова будут эти самые отделы по пересылке работать уже с бумажками помните да вот и кто-то потеряет заработок как я кто-то останется без семян после этого длинного монолога я вас прошу если заказывать семена то сейчас я знаю что будет весной сказать весеннее обострение это когда мне нечего будет высылать я вам обещаю мне еще будет вам высылать у меня был случай а нет и опять потеряю ваше время и свое и так друзья мы закончили на сегодня каталог семян перед вами нажимаете вот заказывайте пока есть такая возможность после каждого вот такой просьбы раз сидели появляется максимум один заказ а то еще ни одного посмотрим что будет дальше научил бы что-нибудь нет отключение сетей у трех миллиардов пользователей фактически всей планеты друзья мои я с вами прощаюсь снова встречаемся через неделю также по понедельникам по подсказывайте другим вот сейчас получилось как пару чем тут откуда взялись то просто потому что я сказал вы не могу его одному рассказывать столько времени сколько вот я всем рассказал 10 20 минут рассказать о какой-то ваш вопрос не жалко время если нас слушай за неделю хотя бы еще 300 500 уже не такой а когда каждому крыша едет один телефон звонит непрорывно вот поэтому помогите людям попадать на эти самые семинары так мы все друзья до свидания до следующего понедельника